Я вас приветствую, дорогие друзья, с вами Бляр и данный ролик посвящен турниру, который стартанет 25 марта. Кубок Бляр ТВ, дорогие друзья, уже есть у нас 10 игроков, которые зарегистрировались. Те, кто не могут зарегаться, не знают, как это сделать, этот ролик посвящен вам. И будем сейчас разбирать мелкие моменты, также рассуждать и обсуждать, чтобы никаких в будущем не появлялось вопросов. Вот, в общем-то, перед вами сайт, на котором будет проводиться данный турнир. Вот все перед вашими глазами, да, описание и так далее. Во-первых, перейти на этот сайт можно с нескольких источников. Есть группа ВКонтакте у меня в закрепленных записях, да. Есть пост, где я написал, что нужно зарегистрироваться вот на этом сайте. То есть, на него ссылка прямая. Регистрация здесь самая простая, дорогие друзья. То есть, как на любом обычном сайте, с вас требуется логин, там, почта и пароль, да. То есть, и вы зарегистрированы. Ладно, дальше переходим. Дальше есть сама ссылочка на турнир. То есть, ее можно и на самом сайте найти, да, в турнирах. А можно просто так же через этот пост перейти по ссылке, и вы уже попадете в турнир. Если вы зареганы на этом сайте, вам просто нужно знать, участвовать. Все, друзья, вы в турнире, вот вы видите, мой ник появился. Но я участвовать не буду, я буду как организатор и стример. Наверное, первое, что мне хотелось бы с вас попросить, это чтобы вы оставляли свои контакты в профиле, а именно Discord. Да, то есть, не Skype, там, или еще что-то, чтобы это был Discord, или хотя бы ВК. А лучше, конечно же, то и то. Например, сейчас покажу, как это сделать. Заходите в свой профиль. Редактировать, обновить профиль. И вот как раз-таки здесь есть контакты. Вот сюда вводите, там, либо свой Discord, либо там, то есть, ну, много всего можно ввести, да. То есть, можно сюда, например, Discord, допустим, и со Skype ввести. Сюда можно ссылку на ВК, да, ввести. Можете даже, там, ссылку на Steam, то есть, без разницы, приложите. Но это будет вашим преимуществом, друзья, потому что, когда именно закончится регистрация, регистрация закончится, и будет такой небольшой промежуток, 3 дня, да, когда я буду связываться со всеми игроками, вот, то есть, бросить с них подтверждение, что они не пропали, что они будут играть. В противном случае, если меня будут игнорировать, конечно, я буду удалять турниры. Вот, и чтобы у меня была с вами связь, именно поэтому нужно, как бы, оставлять все эти данные. Почему Discord? Ну, потому что Discord, наверное, сейчас такая, именно, если брать из игровых соцплощадок, наверное, самая популярная, именно у нас и будет в Discord, не в ВК, как раньше были, да, беседы, потому что есть те же англоязычные, да, игроки, которые в ВК не пользуются, есть ребята с Украины, у которых ВК закрыт, и поэтому именно Discord всем общедоступна, именно там будет вся тусовка, но об этом попозднее. Также вы можете перейти на данный турнир не только с ВК, да, опять же, для тех, у кого нет ВК, можете перейти через YouTube. Здесь у меня тоже есть пост в сообществе, вот он находится, пост, все то же самое написано, вот, и... Также я оставил, помимо ссылок на этот сайт, я оставил еще и ссылочку именно на Discord, где у нас будет вся тусовка, где мы будем обсуждать турнир, где мы будем искать соперников, да, вот он, канал BliarTV, именно в Discord, долго у меня присоединяется, ну, интернет мобильный, как говорится, а, ну, что-то открыть приложение, нет, мне не надо открывать приложение, не буду, то есть я через браузер зашел в Discord, то есть именно здесь, ребят, вам будет проще всего найти своих соперников, вот этот Discord, именно вот комнатка BliarTV, вы видите, да, ну и здесь будем, я не знаю, где базироваться, либо в общем чате, либо есть тут темка с турнирами, то есть правила информации, файлы, вот, обсуждения, именно эти турниры, вот, конечно, наверное, думаю, будет правильным именно в турнирах, все это дело, да, вот именно обсуждать вот в этой теме с турнирами, но это ладно, это пока мы оставляем, вот, в общем-то, знаем теперь, как попасть на этот сайт, как принять участие, зарегистрироваться, думаю, вопросов тоже не должно быть никаких, и давайте, наверное, пробежимся по правилам турнира, дорогие друзья, вот в шапке здесь написано, что нужно использовать обязательно гендул, не ниже версии 7.4, я вам говорю, для чего это делается, во-первых, гендул служит как античит, во-вторых, есть сайт гендуловский, сейчас на него зайдем, на котором сохраняются именно реплеи ваших игр, да, то есть, вот этот сайт, тут общие все сохраняются, тут и скантри, и ванильный заход, все-все-все-все-все, мы ищем, наш сейчас март, вот, ну, не важно за какое число, за любое число мы заходим, и как вы видите, вот они все игры, абсолютно все игры, у людей, у которых гендул от 7.4, да, то есть, все это здесь есть, вся информация, и именно если вы, например, забудете сохранить свой реплей, я смогу хотя бы найти его здесь, и еще один важный момент, у нас были проблемы, были турниры, где были подменные игры игроки, да, то есть, там, один игрок играл вместо другого, фишка в том, что гендулом это можно проверить, то есть, вот, ник, к примеру, берется, да, чей-нибудь, например, BlarTV, допустим, то есть, и если другой игрок поставит ник BlarTV, будет под ним играть, здесь он будет отображаться так же, но в каждом, как видите, ник, и видите, вот этот код такой, есть буквы, вот эти буквы будут разные, если вы будете играть с одного ПК, у вас они всегда будут одинаковые, если человек под вашим ником играет с другого ПК, то эти буквы уже меняются, именно так можно проверить, играл он настоящий игрок, или кто-то вместо него играл, теперь, такой важный вопрос, мне писали, что не у всех получается установить гентул, во-первых, ребят, я думаю, что эта проблема решаемая, вы мне должны скинуть скриншот, или, там, не знаю, видеозапись, там, с телефона, что именно происходит, почему у вас не работает гентул, как это все происходит, это будет подтверждение того, что у вас реально не работает гентул, ну, и какую альтернативу я вам предлагаю, я понимаю, что не все умеют пользоваться, там, программами записи, да, не у всех может подключить компьютер, там, или ноутбук, тем более, программа запись, ребят, но если вы играете без гентула, нужно эту игру записать на видео, хотя бы просто с телефона, я не знаю, установите свою камеру так, чтобы был виден ваш экран, эта запись никому вообще не победет, она попадет только ко мне, я посмотрю, что это играли вы, и тогда без гентула, без гентула, ваша игра будет проходить, то есть, без всяких проблем, я вам предлагаю такую альтернативу, то есть, можно просто снять с телефона, вообще, без разницы, да, то есть, главное, чтобы было видно, что вы играете, и вы не пользуетесь никакими читами, все, это что касается гентула, я потом все это описание еще немножко изменю, опять же, переходим к самим правилам, к формату, понятно, формат у нас 1 на 1, версия 0.09, система проведения олимпийская на вылет, то есть, раунд свой проиграл, вылетел, стартовая сумма 10к с режимом турниров, вот, а теперь, каким образом мы будем играть? Система зеркальная, для того, чтобы не было споров и вопросов, я вам сейчас еще объясню, то есть, на старте берется карта определенная, допустим, пустыня, да, по правилам первая играться, и вы берете рандом, вашему сопернику выпадает один геро, вам другому, допустим, вам ВВС, ему танк, со старта игры вы должны в чат написать, не важно там, что есть разведка, да, у соперника, у вас разведка, вы можете посмотреть, вы должны в первую же секунду написать, кем играете вы, ваш соперник должен написать, кем играет он, все, вы играете, вы, например, ВВС, он танк, отыграли эту игру, меняетесь на этой же карте генералами, теперь вы играете за танка, а он играет за ВВС, и таким образом будут проводиться эти матчи, понимаете, вот у нас, допустим, счет 1-1, да, первый раунд получается БО-3, то есть за двух побед, и играется решающая игра, да, за победу, в таком случае вы играете Мирор, одинаковыми генералами, на выбор, то есть если вам не удается прийти к общему соглашению, за какого генерала сыграть Мирор, то, ну, метод вычеркивания, дорогие друзья, то есть вы берете нелюбимых генералов, и по очереди их вычеркиваете, в конце концов, какой генерал остается, теми генералами играете, эти правила созданы в целях баланса, чтобы не было такого, что один игрок будет, там, обижаться и говорить, что, блин, мне выпал неудачный баланс, поэтому проиграл, такого не будет, условия будут одинаковые, опять же, как выбирается следующая карта, либо обоюдно вы договариваетесь, мы играем на такой-то карте, ну, или либо берете определенный диапазон карт, который более-менее еще, то есть один игрок от себя представляет 3 карты, и другой игрок от себя представляет 3 карты, да, допустим, и методом опять вычеркивания, хоп, одна карта остается, на которую вам придется играть, это что касается по самой системе, по игре, да, опять же, идем дальше, игры у нас проходят, 1,16, я тут ошибся, написал 1,16, но я это изменю, 1,16 у нас, Бео 3, Бео, получается до 2 побед, то есть вы играете 1,16, до 2 побед, дальше идет 1,8, тоже Бео 3, тоже до 2 побед, начиная с 1,4 у нас, идут игры до 3 побед, полуфинал до 4 побед, и финальная битва будет до 5 побед, все так же, зеркальная система, ничего не меняется, карты, понятно, что первые 2 игры будут на пустыне, дальше вы, я уже про это объяснил, выбирайте сами, да, или там методом вычеркивания, ну и конечно, не забывайте сохранять ребят реплей, неважно, есть гентул, нет гентула, нужно сохранять все равно реплей, вам так будет проще, вот, администрация, понятно, это все я, опять же, про то, что нужно указать свои данные, я вам, тоже это пояснил, да, тут, правила технических поражений, прочтете оформление встреч, такой интересный момент, вы можете на сайте оформлять встречи сами, но если вы не знаете, как этого делать, и не получается у вас понять, можете просто скинуть мне реплей, или в контакте, или в дискорде, прикрепите мне их скинуть, я сам оформлю ваш матч, то есть вы прикрепляете реплей, пишите счет, кто победил, и я его оформляю, друзья, в общем-то, все просто, опять же, у нас 10 участников, и как видите, ну, свои дискорды, в принципе, здесь никто не указывал, да, ни в ВК, ни дискорды, ребята эти написали в комментариях, это как альтернатива, если вот, совсем сложно, и вам лень в профиле что-то изменить, ну, напишите хотя бы, вот как ребята сделали, да, свой дискорд, напишите в комментариях, турниры это, то есть, пять человек есть, участники, которые написали свои дискорды, то есть, я их смогу найти, у меня с ним будет связь, в принципе, по правилам, ну, я еще буду что-то где-то менять, но не глобально, это не повлияет, опять же, сроки проведения, ребят, с 25 по 18 число, ну, там, плюс-минус, да, пару дней, потому что, один раунд будет длиться примерно 5 дней, давайте, вот, считайте по 5 дней, да, если, эти 5 дней, не смогут, ну, не будут приходиться на выходные, допустим, значит, мы сделаем между раундами, например, перерыва 2 дня, или продлим этот раунд на 7 дней, надо нам обязательно, чтобы каждая неделя раунда захватывалась именно выходные, потому что, ну, я понимаю, что многие люди работают, кто-то может играть, например, только на выходные, это, понятное дело, опять же, про встречи, друзья, когда вы играете, как вам договориться о встрече, понятно, что, я уже говорил, где можно договориться, в ИК, в Дискорде, не важно, да, и обязательно все это делается, ребят, через меня, потому что, ну, по крайней мере, с 1-8, я хочу брать ваши игры под стрим, то есть, мы втроем берем, договариваемся, желательно за день, во сколько часов, и когда будет играться ваша игра, то есть, вы должны все свои планы распланировать так, чтобы, ну, вот это время у вас было свободно, там, допустим, там 1-8, да, или, если интересно, матч, там 1-16, ну, сами прикиньте, 3 игры сыграть, ну, полчаса уйдет, то есть, и, конечно, большая от вас ответственность, друзья, постараться не пропустить это время, потому что я буду, заранее публиковывать в Ютубе, в ВК, то есть, посты делать, что вот такой-то, такой-то матч состоится во столько-то времени, там, будет прямая трансляция, и, конечно, вас будут ждать зрители все-таки, вы, как бы, лица этого турнира, все зависит от вас, как вы будете себя вести, какая будет у вас ответственность, в общем, такой у нас турнир и получится. Ну, в общем-то, я все основные моменты вам сейчас рассказал по поводу турнира, дорогие друзья, опять же, какие-то, если есть вопросы, в описании турнира есть контакты мои, то есть, здесь есть ВК и мой Дискорд, обращайтесь, если у вас какие-то вопросы, вы что-то не поняли, я забыл что-то сказать, а вот вас именно интересует этот вопрос по поводу турнира, не стесняйтесь. Ну что, дорогие друзья, я желаю участникам побед, регистрация все еще идет, регистрация до 21 числа, еще бы целая неделя, так что, ребят, давайте, смотрите, есть ли у вас время, ну, реально там, принять участие, во благо генеральского сообщества, там, уделить, ну, грубо говоря, часик, да, генералам ради нашего сообщества, я думаю, это несложно, и у кого есть желание, всех с радостью ждем. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание.